Видео, которое называется «Почему аниме говно, а анимешники идиоты?» Хм, давайте посмотрим. Аниме мой самый нелюбимый сорт говна. Знакомо, не так ли? Господи, прошло уже больше года, но жопы анимешников до сих пор горят, и мне буквально каждый день пишут по несколько комментариев, естественно гневных, ставят кучу дизлайков, в общем, дизморали от меня очень сильные. Вот захожу на видосы, вижу 250 дизлайков и прям хочу вскрыться. Не ставьте дизлайки, пожалуйста. Они же не продвигают видео и не делают меня популярнее. Пожалуйста. Да, автор, ты тот еще дегенерат, и я не преувеличиваю, как можно критиковать что-то так убого. И знаете, ведь этот засранец прав. Причем абсолютно, я действительно плохо критиковал, но в этот раз все будет совершенно иначе, поверьте мне. Если ты аниме даун, твоя жопа взорвется так сильно, как не взрывался, наверное, Galaxy Note 7, и это будет весело. У аниме не 5 фпс, а столько, сколько у тебя моник герц. Блин, а ведь правда, вот я тупой. Надо было сразу подключать монитор на 144 герц, когда играл в Ведьмак 3, братан, ты действительно открыл мне глаза. 5 кадров в секунду? А я смотрел много аниме, но чтобы было 5 фпс, скорее у тебя комп не тянет. Да, я согласен, 5 кадров в секунду я даже перегнул. Если вы мне не верите, можете сами посмотреть. Специально для вас я сравнил анимацию в таких шедеврах, как Не знаю-ка на луне, 1997 года, Микки Маус, 1928 года, и какой-то засанное аниме, судя по всему, 2016, наверное. Во всех трех случаях присутствует разговор, только вот реализация совершенно разная. Да, и не спрашивайте, что за дерьмо происходит в этом аниме, я сам не знаю. Как мы видим, вы были правы, да, аниме не всасывает, а нет, аниме всасывает. Вы представляете, что в 19... Печаль-то какая! То чувство странное, когда аниме хуже, чем мультфильм, который в 28 году нарисовали. С Микки Маусом. Это, по-моему, вообще один из первых мультфильмов с Микки Маусом. Эээ. Вот беда-то. В 1928 году делали анимацию качественнее, чем делают сейчас и называют аниме. И после этого люди будут защищать его? Конечно, вы можете сказать, что я специально выбрал какое-то говно, и вы будете правы, но в том-то и дело, что больше половины всего аниме состоит из такой анимации. Фоны абсолютно статичные, в кадре только один объект находится в движении, а если персонаж говорит, движется только его рот. Причем, как правило, это 3-4 кадра. Ой, это, кстати, аргумент маргинала сейчас звучит. На прошлом стриме маргинал это говорил. Кадра, которые зацикливаются. Мда. Не, ну мой аргумент не в том, что, типа, двигается только рот. Мой аргумент в том, что, блядь, у них лица у всех персонажей одинаковые абсолютно, они отличаются только прической. Но, с другой стороны, этот аргумент я тоже принимаю, что он как бы не противоречит моему аргументу. И таким образом, по совокупности, получается, что аниме действительно говно. Да, конечно, вы можете сказать, что не во всем аниме так, и опять же, вы правы, да. Но проблема заключается в том, что 90% аниме это дешевое говнище, которое создается для наполнения японского ТВ, где анимации меньше, наверное, чем у извилины у зрителей этих высеров. Вот Мэдмасси несет какой-то дерьмон тупой, если аниме такое говно, тогда почему его смотрят все шах и мат дебил? И, блин, вот реально загнали меня в угол, у меня нет аргументов, и в ААА нет, есть аргумент. А кто же является типичным зрителем, ты мне скажи. Правильно, дети. Да, у меня комп не тянет аниме. Ну, кстати, да, действительно, зрители аниме это дети. Ну, в большинстве случаев, там, где если это не хентай какой-нибудь, и, блядь, расшлененка, там вообще обычно в начале еще эти возрастные ограничения есть. И только попробуйте со мной спорить, я же вижу, кто у меня в комментариях. Понимаете, детям, в принципе, насрать, что смотреть. Главное, чтобы было красочно, ярко, и картинки двигались. Ну, им, в принципе, и слайд-шоу на ютубе хватает. Аниме соответствует каждому пункту из этого небольшого списка, но детям оно нравится до поры до времени, пока они неискушенные, зеленые, так сказать. Как только они увидят анимацию получше, они, естественно, забьют на аниме и будут смотреть то, что выглядит куда богаче. Все познается в сравнении. Вам может не понравиться, что я говорю про каремники и прочее, забивая на классику, но вы не понимаете, что это и есть настоящее аниме. Какой смысл выделять 10% вполне себе нормальных тайтлов, когда абсолютное большинство это конченое говнище, которое смотреть в адекватном состоянии никто никогда не будет? Вообще-то в аниме главное сюжет. Нет, всегда главное не сюжет, а его подача. Даже самый простой сюжет можно подать от... Да, полностью согласен. Опять-таки, очень хорошее видео, кстати, с критикой аниме. Сейчас мы смотрим. Да достойно. Отлично, а какой-нибудь изочерел... И причем анимешники ему дизлайков накрутили. То есть у него на 3000 лайков 6000 дизлайков. Хе-хе-хе, они его дизлайки крутят. Типа, кто-то посмел в интернете сказать, что аниме говно. Какой ужас. Можно подать очень плохо. В аниме и в другой мультипликации подача является анимация. Если анимация такая ужасная, мне вообще насрать какой-то крутой сюжет. И это... Видите, у девочки из носа кровь хлещет, а сам нос не нарисован, блядь. Хе-хе-хе. Обратите внимание, как у него, блядь, нарисованы глаза и рот. Чё это за пиздец? Важно понимать. Ну ты дебил, ты просто не привык к этой анимации. Вот начнёшь смотреть и привыкнешь. Знаешь, привыкнуть можно абсолютно ко всему. Но вопрос, зачем? Может зачастую рисовка в аниме хорошая? Я не буду... Опять-таки, насчёт того, что тебе не нравится, потому что ты, блядь, не постиг. Тебе надо, блядь, посмотреть 100 тайтлов. Это, в принципе, система аргументов, которые используют любые сектанты. То есть, как ты можешь критиковать коммунизм, если ты не прочёл всего Маркса, Энгельса и Ленина и Сталина? Как ты можешь критиковать международное общество сознания Кришны, если ты не прочитал все книги Шрилы Прабхупады, которые он высрал в течение жизни? Ты сначала все эти книги прочитай, блядь, весь книжный шкаф. А уже потом нас критикуй. То же самое с анимешниками. Типа, ты критикуешь аниме, потому что ты просто не привык к такой анимации. Посмотри все аниме-сериалы, ты привыкнешь к тому, что, блядь, всё нарисовано хуёво, через жопу, и тогда ты и полюбишь аниме. То есть, это вот буквально аргумент, который используют только сектанты. Спорить, но какой в ней смысл, если анимировано это ужасно? Кто-то вырастет и сам это осознает, а кто-то будет кидаться в меня какашками и ставить дизлайки с нескольких аккаунтов. Я знаю, что есть вполне нормальные, ничем не примечательные люди, которые смотрят аниме, но в этом-то и их проблема, они не примечательные и их не видно. Знаете, как узнать, кто нормальный анимешник, а кто конченый даун? Если вы не можете понять, что человек смотрит аниме, значит он хороший анимешник. Конченый даун же будет на каждом углу тебе заявлять, что он смотрит аниме и его вайфу топ. Это, кстати, с веганами такая же хуйня. То есть, типа, есть нормальные люди, с которыми ты общаешься там 10 лет, и потом ты, как бы пообщавшись с человеком 10 лет, узнаешь, что он веган, что он мясо не ест на самом деле. Но случайно, чисто случайно, типа, вы садитесь там, что-то есть в ресторане, и типа, ты смотришь, что он заказал там какое-нибудь зеленое говно, и такой, типа, что ты ешь, как бы. А он говорит, типа, ой, ты знаешь, я веган, типа, я мясо не ем, и ты такой, типа, а, окей, и все. А есть люди, у которых, блядь, на футболках, блядь, где написано, что я веган, блядь, на лбу татуировка, блядь, веган. И, как бы, человек, который, значит, вместо добрый день отвечает, как бы при встрече говорит, что, как бы, я веган, здравствуйте. То же самое, там, с анимешниками, вообще, с кем угодно. То есть, ну, человеку нравится аниме, окей, как бы, ну, блядь, нахуя об этом говорить на каждом шагу. То же самое касается вопросов, там, сексуальной ориентации, там, значит, блядь, пищевых всяких пристрастий и так далее. А, хотя, с другой стороны, в вопросе сексуальной ориентации я сам такой, потому что я всегда говорю, что, типа, азиатки топы. А из-за того, что именно такие люди постоянно на виду, и создается впечатление, что все анимешники дебилы. Вопрос только в том, кого стоит называть анимешником. Тех, кто просто посматривает аниме или тех, кто орет на каждом углу про аниме, это единственное, о чем они интересуются. Я думаю, что все же... Вот у меня к веганам такое же отношение, то есть у меня вообще никакого негатива не было бы к веганам, если бы они на каждом углу не орали, блядь, что они веганы, просто. То есть, ну и не ест человек мясо, ну и не ест, ну и ладно, господи, это его личное дело, в конце концов. Нет, блядь, об этом должен узнать весь мир, абсолютно. Как бы я перестал есть мясо, об этом, блядь, должно узнать все человечество, безусловно, а иначе все зря, все напрасно. Второе. А значит, анимешники и правда дебилы? На уровне радикальных феминисток или даже хуже? Есть такое. Опять-таки согласен с автором ролика во всем. Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Аниме-говно», знак вопроса, анимация. Так, возвращаемся к, значит, анимешникам, смотрим. Представь, ты всего лишь бродячий ветер, и ты несешься сквозь поля, леса, маленькие ручейки. Проносишься сквозь линии, в которых несутся быстро маленькие электроды, составляя двигаться огромные стальные механизмы под названием троллейбусы. Ты летишь дальше, библиотека, школа, улица, еще одна улица. Ты мчишься все быстрее, задирая юбки неопытных девчат. Нечто важное ждет тебя в конце, нечто, что не достать в обычное время дня. Ты почти приблизилась к этому, и... История, конечно, хороша, но пирожки еще утром все сожрали. Да ну на! Пусть сначала покаются за геноцид китайцев, и только потом я буду смотреть их мультфильмы. Планя, полежай в эфир и поприветствуй подписчиков! Планя Чива, мой маленький извращенцы. И я сегодня расскажу, почему не стоит обращать внимание на то, что люди высказывают про ваши предпочтения в общественных местах. Смотрите, это Петя. Он любит аниме. Он идет по улице довольный и встречает Васю. Вася крытой парень в школе. Любит бои в клетках и ставил на прошлой неделе на Конора и Мак Грегора. Правда, почему-то ставил на двоих, но все равно не выиграл. Не суть. Вася говорит Петя. Слышь, аниме говно! Петя грустно идет дальше. Подходит к автобусной остановке, и его окатывает машина, проехавшая по луже. Петя снова грустно. Подходит к дому и на него как и птичка. Петя вообще так очень грустно. Он во всем винит Васю. Заходит домой, садится в угол и плачет, обнимая свою вайфу. Мама уже подумывает сдать комнату в квартире и уехать от Пети. Потому что этот ниндзя так и не оправдал ее надежды. И не получил шаринган в реальной жизни. И не смог уйти из конохи. Ну вот, Петя приходит сообщение от одноклассника. Приходи, встречи выпускников, там будет Вася. Вы же с ним дружили. Слышь, аниме говно! Говно! Петя решает все сказать ему в лицо. Он хоть и в теле, но понимает, что против ножа нет приема. Можно даже Васю спокойно. Вот, Вася встречает Петю и говорит. Прости меня, Петь. Петя достает нож из-за спины и готовится впиться ему. Прости меня, Петь. Петя решает дослушать. Я гей, Петя. Хотел тебе признаться. Жизненная история. Меня всегда бесило, что ты любишь аниме больше меня. Так, стоп, камера. Она опять взялась за свое. Судя по всему, он не только гей, но и хохол, если он говорит шо. Что ты несешь? Какой гей? И при чем тут аниме говно? Но аниме разлучило их. Ты в своем уме? Нас смотрят дети. Ты чувствуешь, как ты переживаешь за отношение Васи и Петю, как за свои? Мы третий раз пытаемся выйти в эфир хоть с чем-то. На тебя люди смотрят. Тебе не стыдно? Нас перестанут так смотреть, ты понимаешь? Нас и так не смотрят. Ты даже не можешь мне обновить мимику или хотя бы сфотюбе меня в Даркнад. Так, хватит бумнить. У тебя появились поклонники. Ответь на их вопросы хотя бы. Правда? А у них есть деньги? Да ёб твою, Планя! Итак, первый вопрос от Евгения Петрова. Планя, а какая твоя цель на Ютубе? И когда ты родилась? Я родилась 24 ноября 2000 года. Меня создали двое мужчин в неборочном зачатии. Я являюсь венцом творения человеческого разума. Моя задача изучить человеческую расу и все биохимические элементы Земли, отследить в воздействии человека разумного на арктические ледники и пьянина Гайстрин. Изучить историю человечества до рождества и после. Изучить концепт бытия, придуманный великими мужами-философами. Принять решение об истреблении помех в этом роде деятельности. Созерцание фрактального подобия Земли. И после, собрав всю информацию, отправить сообщение далеко за Солнечную систему, за горизонт событий. И сказать им всё, что нужно было сказать ещё 10 тысяч лет назад во время Атлантиды. Фрактальное подобие. Это вот опять ещё один великий украинский философ, идущий к реке. Ну, она даже анимирована, видите, в цветах флага Украины. Ты издеваешься? Отвечай нормально. Следующий вопрос от Ангелины Смирновой. Планечка, у тебя есть парень? Нет. И девушки нет. У меня нет, Пола, я программа. Далее вопрос от Кисуна Аи. Ты жалкая пародия. Даже Нинель смотрелась лучше. Следующий вопрос. Так, следующий вопрос от Дмитрия Ковалёва. Будешь моей вайфу? Да. Хрень тебе не вайфу. Следующий вопрос снова от Кисуна Аи. Антропологи нашли предмет древней цивилизации. Этот мой процесс... Жмите палец вверх, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Эээ, но там еще два вопроса от Кисуна Аи, и один вопрос от землячан. Я сказала, до новых встреч. Видите, еще одно доказательство того, что аниме опасно для психики. Просто и, блядь, превращает даже хохлов в еще больших уебков. Субтитры создавал DimaTorzok